ибо пылающий огонь гнев мой и сжигает до глубин преисподней и пожирает он землю плоды ее и опаляет подножия гор вот можно вот это вот сжигает гнев мой до преисподней то есть все что делается человеком исходя из его эгоистического идеала это все просто не сгинет в любых этих четырех видов казни зор описывает нам это в очень неприятных я бы сказал выражениях нашлю я бедствия на них все свои стрелы выпущу в них изнурены они будут голодом и охвачены жаром и мором лютым и зуб звериный нашлю я на них и яд ползучих гадов из мне будет губить меч а из домов ужас и юношу и девицу ребенка и человека седовласова стрелы которые выпущены от творца что такое вот стрелы выпущу в них это действительно стрелы то есть это четкое направленное противодействие всяким попыткам человека как-то улучшить свое состояние в эгоистической плоскости и поэтому он будет видеть как любое его эгоистическое начало чтобы как-то поднять себя успокоить подсластить она немедленно будет получать ну как удар током понятно что такое изнуление голодом то что вы говорили ничего все что захотят они ничего не будут иметь но и умереть не смогут то есть будут изнурены охвачены жаром мотомором лютым но не умирают нет не умирает умереть это освобождение а вот зуб звериный нашли на них и яд ползучих гадов это сам человек друг другу будет так делать за захочет насладиться просто плотью другого это зуб звериный да будут люди есть друг друга это не зверь это нет нет зверях не говорят не говорят а яд ползучих гадов это то что есть у тебя на языке